Ни для кого не секрет, что зима в этом году была аномально теплой и малоснежной. Морозов не было даже на крещение, а особо предприимчивые дельцы продавали снег перед Новым годом для создания атмосферы и настроения. Как показывает многолетняя практика, снега в городе во второй половине марта еще навалом. Однако нам удалось его найти в городе, на территории Щелковского хутора, и, наверное, еще снег лежит где-нибудь в полях на севере. Однако работы в этом году у коммунальщиков было достаточно. Вот кадры из Сормовского района. Видео выложено на YouTube 20 января. Люди в комментариях жалуются, что экскаватор сгребает мифический снег. Конечно, до работы московских коммунальщиков нашим, как до луны на тракторе, в прямом смысле. Это видео, где водитель поднял трактор над землей и накручивает пробег, стало культовым. Красавцы, парни, молодцы. Однако и нижегородские службы держат марку. Привет, Нижний Новгород, Нижневолжская набережная. И посмотрите, как классно работают коммунальщики. Снега нет, и они просто на чистую брусчатку накидали песок, потому что оплачено. Возвращаясь к теме аномально теплой зимы, жителям области из-за этого сделают перерасчет платы за тепло. За 2019 год удалось сэкономить 506 миллионов рублей. 70-80% жителей, в домах которых стоят приборы учета, будут возвращены деньги. Большинство домов у нас идет перерасчет практически у всех минус, и все практически тепловые организации больше денег у нас вернут жителям. Сэкономить на уборке снега этой зимой должны были и коммунальщики. Ведь зима была теплой. На 5-7 градусов выше многолетних значений. Выпавший снег быстро таял и смывался дождем. 1 марта в этом году у нас было меньше 30 сантиметров, в Нагорной части 27 сантиметров. В Заречной части было всего 10 сантиметров. Справнивать с прошлым, прошлогодним сезоном, 64 в Нагорной и 60 в Заречной. В городской администрации на наш запрос отвечают. На содержание города зимой выделили порядка 750 миллионов рублей. За содержание дорожной сети во всех 8 районах отвечает одно муниципальное предприятие. Ремонт и эксплуатация дорог автозаводского района. Администрация рапортует, что за 3 месяца, это ноябрь, декабрь и январь, израсходовано 483 миллиона рублей. Экономия денежных средств по муниципальным контрактам за ноябрь и декабрь составила 15 миллионов 200 тысяч рублей. За январь сэкономили еще 17 миллионов 700 тысяч рублей. Итого за 3 месяца это почти 33 миллиона. Итого экономия за 3 месяца составляет около 6%. Пока речь идет только по 2 месяцам, 19 и январь 2020 года. Еще февраль, март. У нас содержание по 15 апреля. То есть экономия составляет 6% по этим 3 месяцам? Да, да, где порядка. Такой, наверное, цифр. При этом экономии противогололедных материалов не было. Мотивируют это качелями в виде частых переходов температуры воздуха через ноль. Днем солнце разогревает асфальт, растапливает снег и лед, заполняя проезжую часть лужами. Ночью при понижении температуры вода замерзает и покрывает поверхность дороги тонкой, почти невидимой ледяной пленкой. На обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах и ликвидации зимней скользкости в рамках муниципальных контрактов на содержание автодорог, городов была обеспечена своевременная обработка. Но мы-то знаем, куда еще расходовали песок. Потому что оплачено. А вот в Нижегородском ТСЖ 454 – это единственный дом образцового содержания в области, по версии Минстроя России. Экономия за эту зиму составила 50%. Это 60 тысяч рублей. В этом году вывезли порядка около 50 кубов, а так вывозим мы за зиму около 100 кубов снега. Сэкономленные деньги Михаил Швыганов направит на благоустройство. Так как подъезды в доме уже облицованы чуть ли не мрамором, эти средства пойдут на ремонт цоколя. Отделку будут выполнять из керамогранита. У председателя ТСЖ есть версия, куда направят сэкономленные средства хозяйственники. Я считаю, что вообще домоуправляющая компания должна давать отчет, куда она потратила деньги по статьям. На зарплату, на уборку снега, на вывоз снега, значит, или там, скажем, все ремонтные работы, которые она делала. И вот все денежные средства, которые она выполнила или недовыполнила, она вообще должна предложить жителям на эти деньги сделать какие-либо работы. А она зачастую, эти деньги просто идут в карман. Какой-либо информации об экономии средств нижегородскими дуками нам найти не удалось. Успаслала, так послала. На наш официальный запрос ответа не последовало. Олег Лавров, Александр Шеломцева, Владимир Гайдай и Алексей Завылов. Время новостей.